Здравствуйте! Вы на канале Кубань-24. Это программа на стороне закона. Меня зовут Анастасия Дешина. И вот о чем расскажу сегодня. Килограмм метадона в обмен на 20 лет свободы. У кого нервы крепче или таран по-жигулевски? 40 килограммов тротила в частном доме. Зачем? 20 лет за решеткой могут провести две жительницы Ростовской области. Их подозревают в попытке сбыта крупной партии наркотиков. Задержали женщин в Сочи полицейские. Заподозрили неладное, когда в поле их зрения попали две представительницы прекрасного пола с явными признаками опьянения. Пройти освидетельствование подозрительные барышни отказались, чем и обратили на себя пристальное внимание краевых и сочинских правоохранителей. Оперативники задержали 70-летнюю женщину и ее 36-летнюю дочь, которые занимались так называемыми закладками на территории города Сочи. В ходе осмотра места временного проживания сотрудники полиции обнаружили несколько контейнеров с веществом белого цвета. При досмотре в рюкзаке одной из задержанных полицейские нашли 18 свертков с белым порошком. Еще 4 пластиковых контейнера с похожим содержимым. Оперативники обнаружили у ростовчанок на съемной квартире. Общая масса изъятого порошка 900 граммов. Позже дилерши рассказали, что купили килограмм запрещенного вещества через интернет и планировали заработать на его продаже. Тем более, что часть уже удалось реализовать с помощью закладок. Как установила экспертиза, найденный порошок является метадоном. Сейчас задержанные находятся под стражей. Возбуждено уголовное дело. Водитель стареньких «Жигули» решил доказать, что классика отечественного автопрома не хуже современных разработок. Он догнал и остановил «Белую ладу». Произошла авария на пересечении академика Трубилина и Калинина. Разбираться в происшествии автомобилисты не стали, а сразу взялись оценивать ущерб «Гранты». На «Жигули» только мельком взглянули. Чего беспокоиться? Там явно все в порядке. А вот на дорогах Краснодара не все так гладко. Инна Чайка посмотрела записи с уличных камер наблюдения и подготовила для вас отчет. Небольшой спойлер. Без курьезов не обошлось. Не самое романтичное знакомство француза с чешкой состоялось вчера в центре города. Водитель «Белой Рено», двигаясь по улице Красной, издалека заприметил светлую «Шкоду» и решил не откладывать дело в долгий ящик. Сразу чмокнул на станку в щеку. Водителю «Шкоды» такая настойчивость явно не понравилась. Он вышел из машины и объяснил нарушителю, что перестраиваясь, нужно смотреть в зеркала. Обойти по внешне медленную машину – задача простая для Михаэля Шумахера, но не для водителя вот этой БМВ. На перекрестке «Красная Северная» X5 подрезала «Газель» и получила заслуженный удар в заднее правое колесо. Водитель иномарки голову почесал и решил не ссориться с шофером большегруза. Проблему решили на месте. Похожая авария произошла и на Старокубанском кольце. На этот раз подрезал уже водитель «Газели». Наверняка мстил за собрата с улицы Красной с предыдущего видео. Правда, насолил не тому. Досталась здесь белая «Митсубиси». Она лишилась переднего бампера. К слову, скоро Старокубанское кольцо разомкнут. По зеленому островку проложат по две полосы в каждом направлении. Прекратят с ли там аварии, как на этом видео, вопрос риторический. Следующая запись тому подтверждение. Северная Иваровского. Снова перекресток «Ситроен». Хотел проскочить, но путь ему преградил кроссовер. «Фольксваген» поворачивал налево из крайней правой полосы. За это и поплатился вмятинами на крыле и двери. Она хотя бы открылась и из машины вышла автоледи. Наверное, после этого все вопросы для пострадавшего водителя «Ситроена» были сняты. Фраза «гаснут огни» явно вызывает у некоторых водителей желание поддать газу, а мерцающий зеленый действует как тряпка для быка. Начал маневр, завершая. В этом водитель кроссовера, конечно, прав. Но он мог и пропустить «Ауди», которая поворачивала с «Зиповской» на «Московскую» и уже была на «Главной», когда получила удар в борт. Кто виноват и что делать, вопросы вечные. Наверное, ими и задавались автомобилисты, когда вышли из машин. А мы продолжаем разбор дорожно-транспортных задач. Советы для автолюбителей подготовил наш эксперт Дмитрий Бабич. Дмитрий Витальевич, добрый вечер. Здравствуйте. И традиционно пытаемся рассмотреть нетипичные ситуации на дороге. Ну или наоборот, может быть, очень типичные и непонятные. На сегодняшний момент ситуация вот такая. Машина пытается объехать препятствие или обогнать другой автомобиль. При этом сталкивается на встречной полосе с еще одним участником дорожного движения. Кто у нас не прав, что сделали не так и как нужно было поступить? Ну, здесь ситуацию можно развернуть с двух сторон. Если речь шла об объезде препятствия, то есть транспортное средство, которое стояло здесь, возможно, поломался. Какая-то вынужденная обстановка, поскольку дорожная разметка нам говорит, что здесь останавливаться нельзя. Если речь шла об объезде препятствия, то второе транспортное средство у нас просто выполняло обгон с выездного полосу встречного движения. Соответственно, при выполнении этого маневра должно было убедиться, что не состоит помех для транспортных средств, движущихся во встречном направлении. Если же речь идет о двойном обгоне, то здесь уже конкретно у нас в ПДД прописано, что двойной обгон запрещен правилами дорожного движения и квалифицируется по той статье 12.15.4, о которой мы уже неоднократно с вами разговаривали. В любом случае водитель, совершивший опасный маневр, виноват и является виновником дорожно-транспортного происшествия, той ситуации, которую мы рассматриваем. Если говорить о типичности или нетипичности ситуации, она не настолько распространена, потому что выполнение таких действий неадекватный, поскольку обзор для выполняющего маневра вгона транспортного средства встречной полосы для него ограничен. Он не может в полной мере убедиться в безопасности своего маневра, именно поэтому происходит дорожно-транспортное происшествие. Здесь следовало, конечно, остановиться и убедиться в том, что маневр обгона и объезда будет безопасен. Но ни в коем случае не выгонять, не выполнять двойной обгон. А если в этой ситуации, помимо вот этого столкновения, у нас произошла еще одна авария, когда машину виновника отбросило назад на вторую машину, которую он обгонял. Как им поступать в этой ситуации? Ну что ж, просто у нас увеличится количество участников дорожно-транспортного происшествия. Естественно, вследствие этого европротокол не допускается, поскольку там только не более двух транспортных средств. Соответственно, они также могут отметить транспортные средства на проезжей части местонахождения, сфотографировать и убрать их, освободив для проезда других автомобилей. Вызвать сотрудников ГИБДД и ожидать прибытия их и оформления материалов ДТП. Опять-таки, убрать транспортные средства с проезжей части допускается только в том случае, если в этом ДТП никто не пострадал. При наличии пострадавших, при раненых, нужно незамедлительно оказать им медицинскую помощь, при необходимости обеспечить доставление их в медицинское учреждение. Естественно, желательно вызвать карету скорой помощи. Если это не получается, допускается даже оставление места ДТП с целью до того, чтобы доставить человека в лечебное учреждение. С условием того, что водитель, который это сделал, после этого доставления вернулся на место дорожно-транспортного происшествия самостоятельно и принял участие в оформлении его материалов. Если выяснится, допустим, виновник начнет доказывать, что его опасный маневр был вынужденным, будет ли это считаться смягчающим обстоятельством? Ну, ни в коем случае в этой ситуации никаких смягчающих обстоятельств не может быть. Поскольку, если он был вынужденным, опять-таки, как мы рассматривали днем ранее ситуацию, то он нарушил, опять-таки, и скоростной режим не соблюдал, и не соблюдал дистанцию до впереди двигающегося транспортного средства, в результате, пытаясь избежать заднего столкновения, выехал на полосу встречного движения и получил более тяжкие последствия. Поэтому смягчающих обстоятельств здесь быть не может быть. Единственным обстоятельством, которое нивелирует его вину, может быть тот факт, что он с кем-то столкнулся по чьей-то вине на своей полосе, и его выбросило на встречную полосу. Но в любом случае, в рамках конкретного административного отдела производства, эта ситуация будет оцениваться сотрудниками ДПС со всех сторон. Возможно, будет даже необходимо назначение автотехнической экспертизы. Поэтому каждая ситуация на дороге, она уникальна. Мы рассматриваем с вами ее в типовой какой-то позиции, но, тем не менее, требует установления всех обстоятельств дела и всех нюансов. Для этого нужно проводить соответствующее расследование. То есть тут играет роль и усталость водителей, и плохая видимость при вынесении... Роль может играть много факторов. Но, опять-таки, причина – следственная связь. Выезд на полосу встречного движения – виновник ДТП. По каким обстоятельствам ты это сделал, мы изучим, конечно, но такие, как перечислили вы, смягчающими или неотягчающими являться не могут. Там есть конкретный факт, и есть обстоятельства, и есть вина. Спасибо вам большое за комментарии, и увидимся завтра. До свидания. Это лишь малая часть арсенала, который хранил у себя дома 47-летний житель Кропоткина. Обнаружить домашнюю оружейную смогли местные полицейские с помощью краевого управления ФСБ. Правоохранители изъяли охотничье ружье, карабин, пистолет Макарова, патроны, тротиловые шашки различной массы – почти 140 штук. Подозреваемый пояснил, что оружие и боеприпасы ему не принадлежат. Все это на время в его доме оставил знакомый, который по странному стечению обстоятельств числится среди умерших. Как показало исследование, арсенал полностью боеспособен. Сейчас полицейские по Кавказскому району проверяют загадочную историю и ищут подельников мужчины, а заодно решают вопрос о мере наказания. Всего Кропоткинскому оружейнику может грозить до четырех лет лишения свободы. А вот ревизию законопослушных владельцев оружия провели в региональном управлении Росгвардии. В течение месяца на территории Краснодарского края сверяли документы, осматривали сейфы и пересчитывали патроны. Все это проходило для профилактики в рамках операции «Гражданское оружие». В ходе проверки у вас нарушение не выявлено. Все своевременно продлено. И в дальнейшем старайтесь заранее смотреть. За это время сотрудники провели более 6 тысяч проверок владельцев оружия. Основное внимание уделяли тем, кто должен был продлить свои права и лицензии. 500 владельцев вовремя не подали документы, а 800 человек нарушили правила оборота арсенала. В итоге 600 единиц оружия пришлось у владельцев забрать в обмен на предупреждение. Напоминаем владельцам оружия, что согласно действующим нормативно-правовым актам, граждане владельцы оружия обязаны своевременно проходить его перерегистрацию и соблюдать правила хранения оружия по месту жительства. А для тех, кто забыл, сотрудники Росгвардии напоминают, что подавать документы на продление нужно не позднее, чем за месяц до истечения срока действия предыдущих. А если владелец решил переехать, то он должен встать на учет по новому месту жительства. Срок на это 14 дней. У меня на этом все. Хорошего вам вечера. А чтобы он был безопасным, оставайтесь с нами на Кубань-24. Редактор субтитров А.Семкин